Так, в предыдущем ролике я экспериментировал с тягой мотоблока, когда в мотоблоке навеска была цеплена спереди. Ну, теперь навеску мы цепили за адаптер, вот видно, и пробуем, какая будет теперь тяга. Навеска трехточечная, и первый вариант это когда центральная тяга параллельна к нижним тягам. Вот так более точно, вот так нормально. Ну и пробуем. 15. Так, теперь центральную тягу на адаптере поднимаем. 14. Ну, а теперь центральную тягу здесь опускаем. Получается 25. То есть, в таком положении центральной тяги всегда получается тяга максимальная. Ну, я, честно говоря, уже похожие эксперименты делал, но для заднеприводной модели. Тут было все понятно. Направление силы делало дополнительное давление на ведущую ось. Тут получается тоже дополнительный вес приходится на эту ось. Но поскольку адаптер мотоблока не имеет такого, скажем, здесь излома поперек. Поэтому частично этот вес передается на ведущие колеса и прижимает больше к поверхности, и получаем большую тягу. Так, еще хочу сделать некоторые уточнения к эксперименту. Хочу заметить, что мы делали эксперимент на плоской поверхности. То есть, здесь ни те, ни те колеса не погружались в грунт. Если такой эксперимент сделать на грунте, то я думаю, что результат будет не такой однозначный. У нас тяга увеличилась в таком положении только из-за того, что часть веса, который придавливает колеса адаптера, перенесся на ведущие колеса. Ну, то есть, это как цельная рама, и давление здесь немного увеличивает, ну, придает давление и на ведущие колеса. Но если в грунте проводить этот эксперимент, то эти колеса, получив дополнительный вес, погружаются в грунт и создают дополнительное сопротивление. То есть, мотоблок уже должен тянуть, скажем так, увеличенный вес своего адаптера, который погрузился в грунт и создал дополнительное сопротивление. То есть, в этом случае я уже затрудняюсь сказать, какой будет результат. Что получится этой нагрузкой. То есть, пока вот такой результат на плоской поверхности, а там с грунтом, это уже надо думать. И, возможно, если получится, какой-то эксперимент поставить, чтобы более точно определить, как в таком случае поступать с настройкой трехточечной навески на адаптере. Ну, всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Интересно ваше мнение. Интересно мнение тех, кто использует вот такую систему с мотоблоком. И если есть возможность, поэкспериментируйте на практике и напишите, в каком случае мотоблок имеет меньшее буксование. Потому что на грунте будет немного другая ситуация. Так, ну, еще интересно узнать, какая будет тяга мотоблока с адаптером, если задняя навеска двухточечная. Сейчас попробуем. Получается 140 грамм. То есть, это тот вариант, когда неправильно отрегулированная трехточечная навеска дает такую же тягу, как и двухточечная. А если правильно отрегулировать и использовать все нюансы трехточечной навески, то получается тяга побольше. Ну, то есть, максимальная.